За матч Александр Тихов не единожды спас свою команду, поймав несколько очень сложных мячей. Отстаивать спортивную честь Саровской городской думы он выходит не первый раз. Опыт за плечами богатый, стоял и в воротах, и за нападающих играл. Депутатом трудится уже третий созыв. Уверен, футбол – это отличный способ найти в коллективе чувство локтя. Понять тех, с кем вместе приходится решать непростые вопросы. И именно спортивное состязание как нельзя лучше показывает настоящий характер человека. Ты чушь, ты друзей, ты чушь, его отдачу, ты чушь, как он борется. Если он боец, он будет и в Думе боец, а так интересный избиратель. Так и здесь он отдается, он трудоголик. Заявив, что главное – это участие, команда городской думы с первых минут матча курс взяла все же на победу. В прошлом году в такой же встрече депутаты уверенно обыграли сборную администрации и всеми силами стремились закрепить успех. Но первый мяч влетел в думские ворота. Впрочем, уже в течение нескольких минут команда не только отыгралась, но и утвердила свое преимущество. На перерыв спортсмены уходили со счетом 2-1 в пользу думы. Цифры на табло показали, что победа в игре все-таки важна. Она сплачивает команду победа. Это успех, поэтому все за нее играют. Отдавать преимущество сопернику команда думы не стала и во втором тайме. Один за одним отправив в ворота сборной администрации еще три мяча. Страсти на поле кипели нешуточные. Как и в большом футболе была борьба и даже спорные моменты, когда игроки обращались к судьям. Я человек с четырех лет занимающийся спортом и привык бы всегда побеждать. Это уже внутри где-то. И поэтому сейчас вы видите, есть и нарушения, есть и грубые какие-то моменты. Ну это спорт, да. А спорт это азарт. Поэтому в азарте где-то бывают какие-то нюансы, что начинаешь пускать какие-то определенные жесткие формы. Итоговый счет 5-1. В очередной раз Дума обыграла администрацию города. Но главные победители этого матча все-таки зрители, наградой для которых стала яркая игра и настоящие спортивные эмоции. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok